Пуцеломудрия основа государственности. Меня как мальчика, хоть и не молодого, тема сисек, безусловно, волнует. Пуцеломудрия основа государственности. Пошли вы нахуй! Пуцеломудрия основа государственности. Хреном, понимаете, как у нас о народе говорят. Привет, друзья, я Григорий Герман. Приветствую вас, облагородные доны любителей российской пропаганды, в нашем замке Пропаганденштайн. В великом и прекрасном строении обители Ордена Российской Пропаганды «Гнезде Великой Лжи», в котором собраны величайшие представители этого гнуснейшего Ордена в истории человечества. Этот Орден объединяет в себе все самое худшее, что было в истории Орденов. Тут и склонность к обогащению тамплиеров, и кровожадность иерусалимцев, и надменность тевтонцев, и неслыханная в истории склонность к вранью и манипуляции. В общем, все самое вкусное, все, что вы любите. Сегодня великие магистры и рыцари этого Ордена пройдут перед нами еженедельным парадом лучших из лучших, в смысле худших из худших. То есть самых бесстыдных и лживых. Сегодня никто не даст Украине денег. Вступление Украины в НАТО обрушится на головы землян мировой войной, Россия найдет очередные военно-технические аналоговнеты, выкуется лучшая армия в мире, и, наконец, мы узрим прекрасную машину апокалипсиса. Или апокалипсиса, все время путаю. И наблюдать за всем этим мы будем вместе с украинским магистром светлых политологических наук, пропагандонаборцем со стажем Борисом Тизенгаузеном. Иными словами, прямо сейчас узрите лучшую пропагандистскую пятерку. Поехали! Начнем с сарацина. Ну вот как-то в свете нынешней рыцарской темы мне мерзаян как-то ложится в тему сарацинов. Мерзаян всегда немного мерзаян. Немного мерзаян, немного смешанян и практически всегда брехунян. В этот раз он горцует на лошади Пржевальского, которая как раз ему по размеру с мешком денег на плече. Причем чужих денег. Будучи гражданином страны, которая является чемпионом мира, и историей, между прочим, по экономическим санкциям, страны, в которой расходы бюджета засекречены, чтобы граждан не охватила эпидемия святого Кондратья, и они не ломанулись разносить банки, пытаясь оттуда вытащить да хоть что-то уже из сбережений, хоть принтер, хоть кассиршу. Так вот, будучи гражданином этой страны, он глубокомысленно рассуждает о том, что уничтоженная и разгромленная Россией Украина не получит никакой помощи в восстановлении от своих друзей и партнеров. В партнерах у Украины, на секундочку, самые богатые и успешные страны мира. Я вот подумал, что было бы прикольно, наверное, отправить вот этот вот спич Урсуле фон дер Ляй, которая только вот подтвердила, что, помимо всего прочего, только на поддержку бюджета. Украина, не считая инвестиций в восстановлении, денег на оборонный сектор, ЕС готов в течение ближайших четырех лет потратить около 50 миллиардов евро. А то она-то, Урсула, и не знает. Первых, ни 500 миллиардов, 450 миллиардов, сколько говорил Всемирный банк, ни даже 20 миллиардов, сколько говорит этот гражданин, никто Украине до окончания боевых действий давать не будет. Причем до окончательного окончания боевых действий. Когда эти инвестиции не будут рисковать быть разбомбленными российской авиацией через 2-3 дня после окончания постройки. Это, кстати, к вопросу о заводе Рейнментал и тому подобных вещей. Это раз. Два. Все сейчас покупают этот проект, как говорит Енина Правилевна, потому что он пока только проект, это громкие слова. Мы дадим, мы восстановим эти слова, которые идут в уши украинскому населению. Ему дают понять, что у него есть будущее, что у разрушенной в хлам Украины есть будущее. У меня, знаешь, у меня первая реакция. А не надо завидовать. Зависть – плохое чувство. А не надо завидовать, что все видят и понимают, что у Украины есть будущее. Потому что у России-то будущего как раз и нет. Мало того, один из самых распространенных комментариев у российских граждан, которые приходят, можно и под твои видео, и под мои, а чего вы как с протянутой рукой все Европы по всей Европе собираете и так далее. Когда их возвращаешь и говоришь, давайте вернемся во Вторую мировую, союзники, ленд-лис, они говорят, нет, нет, все, не хотим, выключай, выключай. Ну, то есть, всегда помогали тем, кто противостоит агрессору. Ну, правда, тогда с агрессором сначала договорились, а потом агрессор напал. Но сейчас здесь всем абсолютно четко и понятно. Вот эти персонажи, которые говорят, Украине никто ничего не даст, нет. Спокойно, российские активы во многих странах заморожены. Мало того, что мы не будем просить у Европы, зачем, если можно ваши взять. Да, нам дадут, конечно, на восстановление. Много вы уродцы поразрушали у нас. Но ваши денежки, украденные у вас, россияне, кстати, у вас украденные, разбиленные, выведенные за границу, вот они и пойдут на восстановление Украины. То есть, вы своими деньгами фактически будете нас восстанавливать. Чем больше разрушите, тем больше ваших денежек, ну, не ваших, конечно, а близких к Путину людей, уйдет на восстановление. Вот такой вот честный, понятный круг получается. Более того, это уже происходит, потому что, насколько я понимаю, может быть, исправь меня, если я ошибаюсь, но уже сейчас Евросоюз разработал стратегию, согласно которой проценты вот этих там нескольких сотен миллиардов долларов, а в ближайшее время, то есть до окончания войны, будет процент от того, что эти деньги там находятся на каких-то счетах, они приносят какие-то проценты. Эти проценты уже сейчас будут идти на восстановление Украины. Ну, проценты, там нюансы есть. До сих пор там нет четкого, понятного механизма по заморозке и передаче, юридического, потому что мы же понимаем, Европа, Штаты, это частная собственность неприкосновенная. Там вопросы есть по заморозке и по передаче именно этих, самих этих нескольких сотен миллиардов долларов. И они нашли выход. Они проценты, которые начисляются на эти суммы, готовы передавать Украине. Вот, собственно говоря, и все. Ну, нам, честно говоря, процентов будет маловато. Маловато, конечно. Поэтому ждем механизм. Кстати, там есть несколько рабочих групп, и там есть подвижки. Я с одним из политиков и наших, и штатовских разговаривал. Там двигаются направления. Но очень будет сюрприз. Очень приятно. Тем более, по-моему, Урсула Фондерляйн буквально на днях заявила о том, что Евросоюз уже принимает программу поддержки украинской экономики до 2027 года. Насколько я понимаю, начиная вот прямо с этого года, когда 45% дефицита бюджета будет покрываться за счет стран Евросоюза. Да, ну, будем надеяться. То есть, россияне не завидуйте, в общем. В общем, то, с чего начинал, да. Вам денег никто не даст. Тот, кто вам их даст, он взамен у вас пол России заберет чуть позже. Обратите внимание на благородного рыцаря у четвертой конюшни на нашем параде. Ну, вот, бесформенная груда железа с плюмажем из красного пера попугая, белого пера вальдшнепа и крашеного синего пера страуса, что символизирует верность этого рыцаря скрепом и основом. Это рыцарь фон Афонин. Его доспех настолько же непробиваем, как и его мозг. Он, конечно, богато украшен портретами дедов и георгиевскими лентами, сусальным золотом и маленькими красными звездами в самых неожиданных местах. Ну, доспех, имеется в виду, украшен. Но этот доспех имеет один любопытный нюанс. Дело в том, что этот доспех собран из деталей танка Т-34 в честь победы дедов. И так как его собирали на танковой кузнице, причем, по традиции, без единого гвоздя, обзор у рыцаря в этом доспехе приблизительно такой же, ну, как в танке Т-34. Да и поворотливость у него такая же. Поэтому фон Афонин, изготовившийся вступить в битву с вступлением Украины в НАТО, не увидел сквозь вот это вот все, как НАТО подкралась сзади, со стороны Финляндии. И уже вступила с фон Афониным в некую богопротивную связь. Впрочем, боевой пыл у Афонина настолько велик, что он этого просто не чувствует и не замечает. Ну что ж, совет да любовь, как говорится, у рыцарей. На самом деле, вступление Украины в НАТО – это еще большая угроза и ближе к основным центрам нашей страны, чем даже 22 июня 1941 года, когда гитлерцы подступили к нашим границам, началась Великая Отечественная война. Это же колоссальная угроза, и что люди, которые фактически это победа в жилах, в крови, могут допустить этих событий? Конечно, не можем допустить, никогда не допустим, потому что никаких иллюзий никогда не было у здравомыслящих людей. А сейчас, я надеюсь, в нашей стране и вообще никаких иллюзий с точки зрения тактики Запада. Поэтому не надо пугать. Тут интереснее всего, что люди, у которых победа в крови, судя по всему, победа – это очень токсичная, потому что эти люди проспали Финляндию. Да, у них скорее Финляндия в крови. Тут просто берешь этого человека, открываешь карту и говоришь, бери линейку, меряй от Финляндии до Санкт-Петербурга, от границы. Померял, а теперь меряй от Харькова до Москвы, например. И у них просто будет действительно сюрприз-сюрприз. Это намного ближе к вашим центрам принятия решений. Вступление Украины в НАТО для них – это какая-то экзистенциальная паническая угроза вообще. То есть они… Это они нет, в жилах кровь, мы не можем допустить победа в жилах. Какое вы вообще имеете, вот вы, поколение, повторившее подвиг в кавычках Гитлера, какое вы имеете вообще отношение к победе и ко Второй мировой войне. Поэтому они, конечно, умело манипулируют. Вот снова немецкие танки, тигры, леопарды там с крестами едут на нас и так далее. Правильно. Потому что теперь Гитлер – это вы. Теперь британские танки, бронемашины, американские танки, скоро самолеты американские. Все, что получал тогда Советский Союз, ну кроме немецкой, естественно, техники, все будет ехать в вашу сторону. Что вы Гитлера 2.0 создали. И судьба вас ждет такая же, в лучшем случае, такая же, как у Гитлера Первого. В худшем случае, ну, что-то поинтереснее будет придумано для Путина. Но вступление НАТО в Финляндию и в НАТО, вообще, на самом деле, открыло достаточно любопытный аспект. Что, как ты правильно сказал, у россиян и у российской власти, Украина в НАТО – это уже психическая болезнь. Это фобия. Причем фобия на какой-то терминальной стадии. Когда больной настолько боится объекта своей фобии, что становится асоциальным. Он теряет социализацию. Условно говоря, если человек боится пауков, он не выходит из дому, потому что ему кажется, что всюду на улице пауки. Вот здесь то же самое. Российская государственность психически больна. Избирательное сегментное мышление. То есть, в Финляндии в НАТО нормально, в Украине в НАТО нет паника. Все никогда в жизни. Америка – это враг. Американское гражданство у детей – это не враг. Да, вспомнишь? Помнишь, Кучеру, дурачка. Поэтому избирательное мышление. То есть, это можно, это нельзя. Хотя, примерно, иногда даже угроза гипотетическая там будет больше, чем здесь. Но Украина, вот все, что связано с Украиной, это страшно. Это до дрожи, до истерики. Нет, они не должны. Причем, знаешь, еще такой интересный момент? Я часто сталкиваюсь с россиянами, либо в интервью, либо в комментариях, либо еще где-то, либо просто чудные какие-то опросы. Они говорят, а зачем вы по Крии вот не туда? А зачем вы стакали на этом? Да вас вообще это трудно. Вот я здесь могу, мы все здесь можем с голой задницей ходить по улице. Это наше суверенное дело. Что мы вообще здесь скачем, не скачем и так далее. Но они почему-то, понимаешь, ну зачем вы это? Вот вы не туда, мы хотим помочь. Знаешь, ну то есть это маниакальное, это маньяк какой-то реально бежит за тобой. Да дай мне помочь себе, девочка, дай помочь. Психически больной, да, вот человек, у которого психическая какая-то заостренность на чем-то, либо фобия, да, маниакальная абсолютно. Абсолютно, вот видишь, мы с тобой практически поставили диагноз. Маниакальная фобия Украины в НАТО и развитой Украины. Любой Украины, кроме той, которую они себе привидели в своих снах влажных. Да, маниакальная фобия самоопределившейся Украины. Вот, это для них страшно. Потому что тогда вдруг начнут самоопределяться кто-то там еще в России, да? Да, да. Запишем этот диагноз в журнал «Ярбухфер психоаналитикум психопатологии». На третьем месте не просто рыцарь. Это представитель высшего сословия. Это не кавалер, это кавалергард, входящий в ближайший круг великого гроссмейстера Владимира Деплейши. Он охранитель малого дипломатического круга. Одновременно и всадник, и лошадь. Поэтому на его гербе грустный кентавр. Грустный от несовершенства этого мира. Все никак не желающего признать немытую, но напомаженную и надушенную, чтобы отбить квасной смрад Россиюшку, уважаемым членом мирового сообщества. Ну вот никак почему-то не хотят с мнением Раиси считаться и к нему прислушиваться. Почему? Что не так, как бы написано на грустной морде грустного кентавра? Может быть потому, что Россия развязала захватническую войну? Потому что старается ломать систему мировой безопасности, при этом являясь страной далеко не первой пятерки по экономическому потенциалу? Это я еще мягко сказал. Будучи большим сырьевым придатком Китая? Да ну, фигня какая. Конечно же дело не в этом. Просто трудности перевода. О, точно, все проблемы в трудностях перевода, поэтому Россию не слушают. Надо еще раз повторить, что у России есть такие приборы, которые, ну в общем, аналоговнетные они, эти приборы. И вся вот эта грусть на третьем месте нашего парада. Лучшая пропагандистская пятерка. В рамках пяти постоянных членов Совета безопасности, так и есть там ядерная пятерка называется, эксперты периодически встречаются. Мы сделали там очень серьезный демарш. Американцы пытались отнекиваться и говорить, что неужели вы думаете, что мы отдадим Украине самолеты, которые будут нести ядерное оружие. А мы ответили им, что мы даже не думаем. Наши системы, которые будут наблюдать за этими самолетами, они не смогут отличить самолет, который не оснащен ядерным оружием, от того, который несет ядерное оружие. И на ваш вопрос отвечаю, как мы будем реагировать. Это, конечно, ответ за военными. Они знают, что делать. То есть это будет военно-технический ответ. Раз, как вы сказали, деградация в дипломатических, политических отношениях достигла фактически своей кульминации, то ожидается ответ только в этой ситуации. Ф-16 – это военно-техническое произведение, поэтому, конечно, если мы увидим, что эти самолеты полетели над Украиной и создают нам угрозу, конечно, будет тоже военно-технический ответ. Знаешь, группа «Манго-манго» у нас есть такие приборы, но мы вам про них не расскажем. Да, причем он в одном предложении, он противоречит сам себе. То есть мы все знаем, мы, значит, за всем следим, но наши вот эти системы слежения, они не смогут отличить, он как бы несет ядерное оружие или он просто может его унести. Ну, то есть как бы не смогут. Мужчины, вы определитесь, да. Это раз. Во-вторых, как это ваши системы там все это будут определять, если вы, в принципе, периодически бомбы на себя сбрасываете, то есть ваши системы иногда не определяют, где вообще ваша территория, а где территория Украины. Это раз. Про аналогов нетной системы мы уже наслышали. Недооценивать, понятное дело, не стоит. Всю вот эту дрянь они могут производить. Но, опять же, испытания Циркона как-то несколько раз не случилось по разным причинам. А после внезапной проверки готовности Тихоокеанского флота был уволен командующий этим флотом. То есть косвенно мы понимаем, что если ткнуть, как говорится, палкой, оно, конечно, шевелится, но не танцует, да. Не садится на шпагат там и так далее. Поэтому я думаю, что в данном случае услышали тебя Лавров. Молодец. Он уже заговорил о том, что американцы нам готовы передавать самолеты, которые способны нести ядерные заряды. Ну, раз заговорил Лавров, то твои, как говорится, слова до Байдену в уши. Это, знаешь, как во времена моей молодости, говорю, ну, никто тебя за язык не тянул, пацан. Собственно, хорошо, договорились, да. Кто бы нам еще принес хорошие новости о том, что нам будут передавать F-16, как не Лавров, со своим военно-техническим ответом, мудреная формулировка очередного аналоговнетного отступления. На втором месте в конюшне близ Императорской узрите всю силу и красоту Ордена Пропагандистов. Это великий магистр Ордена Каноников Святой Лжи Владимир Рудольфини де Вилла де Кому. Только не задавайте ему этот вопрос, де Вилла де Кому. Он от этого бесится и плачет. Его доспех сияет. Он настолько прекрасен, что седлает не коня, а дикого быка. Ему каждый раз приводят нового быка, и Рудольфини, подойдя к нему, просто смотрит на него из-под лобья и играет в жилого камера. Отчего зверь, чувствуя силу, становится кротким, как котенок. Ну, во всяком случае, он так рассказывает. Свидетелей нет, свита вся проплачена, бык вроде как подкрашен и, по слухам, пугается собственной тени. Да и вообще, ходит слава, что Владимир Рудольфини придумал все свои рыцарские подвиги и продолжает придумывать. Ну, то есть, проще говоря, все время звездит. Но зато красивый. Чего уж там. Почему у западников истерика? Потому что мы видим, как куется армия нового типа. Армия победителей. Лучшая армия в мире. То, как сейчас воюют наши солдаты и офицеры, это еще будут изучать во всех академиях мира. Мощно подытожил. Моль именно. Конечно, будут изучать. Конечно, будут изучать. И как Гитлер воевал, изучают в академиях мира со своей армией. Армия нового типа. В принципе, да, он здесь прав, Соловьев. Армия нового типа. Часть каких-то непризнанных подразделений с большей степенью заключенных состоящих. Хотя, эти такие армии уже история видала, да? И все эти штрафбаты и все остальное. Штрафбаты во время Второй мировой, да, в Советской армии? Совершенно верно. Поэтому бьются солдаты и офицеры, армия нового типа, армия победителей и так далее. Он вообще в последнее время сам уже себе не сильно верит. Когда говорят, армия победителей бьется, все академии будут писать, они с таким фейсом делаются. Говорят, армия победителей будет. А он вздыхает, он даже всплакнул пару дней назад. Вспомнил там опять какого-то военного. Я туда поехал и что-то поплакал там и так далее. Соловьев, соберись, тряпка. Виллы не все еще, что нашли и отобрали у тебя. Еще найдут. Соберись, да. Может, он поэтому, кстати, там расследование по Ротенбергам вышло, их виллы нашли. Может, он как-то нервничал? Да, да, прям и виллы, где путинская дочка проживает. В общем, там все-все красиво. Скоро будут брать, как говорится. Может, действительно, да, чувствовать, что последний парад наступает. Но вот опять, смотри, полтора года войны прошло. Потери в 200 с лишним тысяч, потери в десятки тысяч единиц техники, боевой артиллерии, самолеты с сотнями, вертолеты с сотнями. И у Соловьева российская армия уже прошла путь от второй армии мира, уже прошла путь к лучшей армии мира. Да, к армии победителей. То есть они теперь втирают, что они уже победили. При любых раскладах, как бы там что ни случилось, они уже победили. Если они даже уйдут, убегут оттуда, с оккупированных территорий, то они уже победили. Все, вот мы вошли в историю, хватит. Сейчас единственное, меня беспокоит, что, например, одна из причин абсолютно логичных и до ужаса понятных у Путина вывести войска будет устроить катастрофу с атомной электростанцией Запорожской. Тогда он может абсолютно... Вот об этой причине я все время думаю, беспокоюсь. Он может сказать, а теперь нам там находиться нельзя, территория непригодна. Поэтому вот причина, по которой мы уходим из Украины. В этой области нельзя, в той тоже нельзя. Вот это теперь санитарная зона, про которую они говорят. Все, миссия выпала, а зараженные земли нам не души. Зачем? Все, уходим. То есть, вот, к сожалению, есть такой момент. Согласен с тобой, подобная опасность есть. Но, по большому счету, слушай, видишь, как ты правильно сказал, они уже создают себе условия для победы, да, что мы победили в любом случае. Даже и после выхода с территории Запорожской области, Херсонской области, да, даже после выхода с Донбасса полного, когда он произойдет, они всегда могут говорить о том, что мы все равно самая сильная армия в мире, потому что мы выстояли против НАТО. Да, и они, кстати, вот тут ты прав, и они сказали, и комплексно, значит, заложили уже в свои ответы историю про демилитаризацию. То есть, Путин же там, ну, один из них, сказал там, мужики наколотили там столько-то танков. Значит, вывели в процент. Да, да, вывели в процент, мол, это 20%. Все патриоты, как это, пять из двух патриотов уничтожены в Украине. То есть, они говорят, смотрите, уничтожено, здесь 20, у нас задача стояла, 30% уничтожено. Все, все, там оружия нет, расходимся. То есть, они подкладывают соломку, конечно. Что у нас по плану? Так, у нас по плану Сарацин был, Грустный Кентавр у нас был, был, вычеркиваем, Фонафонин был, Девилла Декому тоже был. А, вот, все, значит, у нас осталась главная изюминка нашего парада, конечно же. Деус-экс-машина, божественная машина, которая спасет русский мир. Вот она, слышите, она скрипит, громыхает, дымит и кашляет черным дымом. Ну, машина не новая, ей более 70 лет, да и сделано кое-как. Вон, рядом создатель, инженер, философ и дипломат за папины деньги Генри Сардарян. Ну, не Леонардо, да, но какая страна такая инженер и мыслитель. Зато, опять же, красавец, в отличие от машины. Тут у нас проплешина в машине, тут мочизм отвалился, тут правая конечность заржавела, ну или левая, это от копии зависит. Но зато вся в золоте. Функционал тоже уже крайне ограничен. Вообще, по-настоящему, машина бога – это кран в греческом театре. Кран, который опускал на сцену актера, игравшего бога, который по сценарию должен был неожиданно всех спасти. Сардарян пытается всех нас убедить, что вот это вот 72-летное позолоченное недоразумение, договаривающееся с террористами, это и есть та самая машина, которая снесет всех врагов и тем самым всех спасет от наступающего апокалипсиса. Многие верят. Хотя, как по мне, разваливающаяся от старости машина может на сцене апокалипсис как раз устроить. А это выглядит как машина, которая не остановится. То есть она запущена, она на своем пути, вне зависимости от того, что они предпримут, что поставят, какие новые способы придумают. Она просто все сметет на своем пути до тех пор, пока не добьется результата. И это, конечно, меня очень радует в этой ситуации. С той стороны мы видим не то, что там нет вот этой машины, которая движется запланированно. Мы видим, что там позиция, как флюгер, меняется в зависимости от того, куда дует ветер. Наконец-то, боже, ну наконец-то вернулся Путин машина Deus Ex. Машиной, которую не остановить. Слава тебе! Я уже начал даже переживать за бункерного нашего, как это давно не было бункерного мачо в информационном пространстве. Слушай, а я вот послушал, это такой тоже он про москвич реально рассказывал. Выглядит как машина, которая не остановится и сметет все на своем пути. Реально про новый москвич рассказывал. 412-й еще такой старый, знаешь, со старым. Нет, про тот новый, да. А, про новый, который китайский? А, да. То есть, молодец, хорошая реклама российского автопрома. Если серьезно, то Путин не выглядит как машина, которая не остановится. Он выглядит как реальный дед. Ну, просто посмотреть на это подхихикивающее, подшамкивающее, престарелое чудище, которое меняет, там, боится всего. И, кстати, вопрос, да, один там со всеми обнимается, а другой на карантин составляет. Да. И говорить, что это машина, которая там где-то не остановится, ну, это только такие, извините, жидополист сотого уровня мог такое придумать. Ну, скажи, выглядит как мудрый, там, седовласый, там, повидавший жизнь, правитель. Да. Ну, не машина. Ну, где там машина? Вот это вот машина, что ли, или что? Вот это вот, машинка такая. Ну, не машина, но машинка. Да, машинка. Вернодорозит на такой. Да, и причем, чтобы понять, как он выглядит, когда вспоминают про Украину или про украинских военных, достаточно вот этот фрагмент, не знаю, поставят, не поставят, когда он про заложного говорит, как его аж передернуло, у него аж все, машина закрепела вся. Чтобы россияне понимали, вот именно так выглядит неостановимая машина, которая по плану движется, и ничто ее не может остановить. Заложный? А что, что заложный? Она у меня, я знаю, вот, аж, вот это, вот это машина. Машина, которая остановилась от одного упоминания слова «заложный» и начала пробуксовывать. Уф, все, аж взобрел. Дело сделано. Коней в стойло, доспехи и машины отдаем на чистку пажам, рыцарей в большой зал жрать, пить и гадить. Но они не умеют по-другому, они всю свою сознательную жизнь только то и делают, что гадят. Сознательно гадят в уши и в души. Пусть веселятся пока, пока их не снесет неминуемый прогресс. Прогресс, он обычно безличный, но в наше время он имеет четкое имя и четкую цель. Антипутинская коалиция. Видите, как прогрессивно. Одновременно и имя, и цель. И когда это произойдет в пропахшие дымом и божьей росой мрачные средневековые залы российской государственности, ворвется свежий ветер и солнечный свет. Но пока, до следующей недели и следующего топа. Лучшая пропагандистская пятерка!